Итак, у нас сегодня будет с вами продолжение, наверное, даже, скорее всего, заключительная часть, сейчас разберемся. Мои книги «Зажигалка», которую я уже читаю в эфире семь раз, сегодня будет восьмой раз. Я надеюсь, что я с ней зафиналюсь. К сожалению или к счастью, очень много дел сейчас, очень много задач, я просто не успеваю. То проводить эфиры, то анонсировать эфиры, боюсь проанонсировать, чтобы потом не провести. В общем, сегодня это произойдет, да, сегодня это произойдет. Я надеюсь, что мы сегодня дочитаем мою книгу. Если здесь есть люди, которые ее слушали, дайте мне, пожалуйста, знать, чтобы я была в курсе, что такие люди есть. Так, здравствуйте. Ну, если таких людей нет, я надеюсь, что вам понравится. Это моя автобиографичная книга, вот, в которой есть много всякого интересного, мне кажется, опыта, классного и в общем. Я рада, что есть люди, вот, здорово, есть кто-то, кто слушает, спасибо большое, во, класс. Вот, я рада, что есть люди, которым она нравится, рада, что нравится слушать и не только читать. Ее можно купить в бумажном виде, если кому-то нравится собирать бумажные книги, перечитывать их. Я, например, очень люблю бумажные книги, поняла и заказываю всегда себе бумажные книги, как-то вот с интернета уже немножечко устала читать. Но, конечно, от автора слушать, мне кажется, это очень прикольно, потому что у автора есть свои интонации, у автора есть своя какая-то энергия, которую он вкладывает, и, в общем, мне понравилось. И мне уже даже попросили меня читать вслух книги, которые мне нравятся, вот, и мне кажется, это тоже неплохая идея. В общем, я попробую тоже об этом подумать. Но сегодня мы дочитываем с вами мою книгу, восьмая часть. Я думаю, что мы ее дочитаем, но посмотрим, вот столько у нас осталось. Итак, поехали. Что еще? Называется глава. Еще я бы исключила некоторых людей из моей жизни. Вот просто, чтобы не было их. Люди-призраки. Миллион раз можно повторять о том, что нужно бежать от тех, кто не просто помогает тебе расти, но и наоборот тянет вниз. Но я хорошо знаю, как это непросто. Все ключевые решения в своей жизни я принимала неожиданно для себя. Могу даже сказать, что они принимались сами, словно без моего участия. Просто я понимала, это точно все. И уходила. Прощалась с зависимостью, удаляла людей, меняла бизнес. Когда это происходило, я спустя короткий промежуток времени задавала себе только один вопрос. Почему я не сделала этого раньше? И с каждым таким опытом я давала себе обещание больше не ждать и не терпеть. И уходить в тот момент, как только эта мысль просто зайдет в мою голову. Не знаю, насколько хорошо у меня это получается, но один за другим на сегодняшний день я попрощалась со всеми своими скелетами и могу точно сказать, что сегодня мой шкаф пуст. Надолго ли? Ненадолго. Мой шкаф уже не пуст. Этого я не знаю, но я бы выбросила ключ куда-нибудь подальше. Начни отчет своей реальности прямо с этой строчки. Круто, что все это с тобой было, но если ты хочешь идти вперед, самое время сбросить оковы. Напиши прощальное письмо той жизни, людям, ситуации, которые тебе порядком надоели. И давай вперед. Без жалости и сожалений, без восклицаний, нужно было раньше, есть здесь, сегодня, сейчас. Ты жив. И только вселенная известна, сколько дней у тебя еще впереди. Скорее всего, очень много. Так давай, оставляй свой груз и следуй вперед. Создай новый сценарий в своей жизни. Реши, кто ты в ней и следуй. Не надо готовиться ни к победам, ни к поражениям. Готовься к тому, что так или иначе ты все равно получишь то, что решил. И пусть тобой движет именно это. Как все успеть? Годами слушая, как этот вопрос задают каждому, чья жизнь со стороны кажется мегаэффективной, я так и не перестала улыбаться, отвечая на него. Никак. Потому что не надо успевать все. Все – это вообще хорошее слово только в отношении желаний. Когда заходишь в примерочную, меряешь ступлатьев, и все классно сидит. Ты выходишь и говоришь продавцу, беру все. В этом варианте слова все мне нравится. А вот в плане успеть – точно нет. Потому что, как правило, мы под все подразумеваем тысячу ненужных и не имеющих ничего общего с тем, что реально нужно сделать вещами. Мы заваливаем свою жизнь бесконечными процессами и абсолютно не находим время для того, чтобы задать себе вопрос. А чего я хочу? Какая цель? Куда иду? А затем просто отфильтровать все задуманные действия на предмет того, а к чему они приведут? А главное – приведут ли они меня к моей цели? Есть миллион книг по тайм-менеджменту, но люди, читающие их, не могут постить главного. Одно дело – разбирать дела, которые тебе реально нужны, а другое – забросать себя просто мусорной корзиной и сделать важным то, что вообще никакой важности не несет. Кстати, забавное наблюдение. Чем больше человек зарабатывает, тем меньше у него дел. Все потому, что он просто убирает всю текучку и фокусируется на главном. В этом и кроется секрет денег. Определить главный рычаг воздействия, ключевое действие, которое приводит вас к результату. Заметьте, высшей точкой зарабатывания денег называют позицию инвестора, перед которым стоит всего одна задача – найти проекты, в которые необходимо инвестировать. И все. Если человек умеет это делать, его капиталы всегда приумножаются, и ему не нужно для этого ничего особенного делать, только правильно выбирать. И напротив, заметьте, сколько важности у школьного учителя или уборщицы, которая моет полы в больнице. Она обязательно расскажет вам, куда не ходить, чего не делать, может даже выгнать и накричать. К вечеру она чувствует себя усталой, потому что помимо уборки она еще выполняла функцию начальника. И это крайне смешно. Кстати, консьержи – это тоже отличный пример мега-важности. Скажу честно, мне тоже не всегда это удается. Нет, всю текучку я давно приучилась перебрасывать, включая ремонты, химчистки, уборки и прочие дела, съедающие безжалостно мое время. У меня проблема с другим. Мы с мужем вечно придумываем что-то новое, новое, и начинаем расфокусироваться на проекты, желая роста и масштабирования. А в результате приходим к большому увеличению расходов, отсутствию желания дальше погружаться в тему и возврату в исходную точку. Все это дает нам опыт. И все же сейчас мы пообещали друг другу больше этого не делать. Мы приняли свой масштаб и поняли, что именно в том формате, которым мы научились создавать свое время, нам нужно продолжать работать. Он дает нам лучший результат и в соотношении кайфа и денег. Не это ли главное? Иногда, послушав кого-то или пройдя тренинг, мы получаем инсайт. И нам кажется, что этот путь гениален. Мы начинаем следовать ему, забывая, что это просто путь, который прошел кто-то другой. Не факт, что он подойдет нам. Так было и с нами. Нам очень хотелось затеять нечто масштабное, стать большими. Но мы не учли многих факторов. И прежде всего того, что нам не близок такой стиль построения компании, что нам нравится знать, как зовут всех сотрудников и иметь возможность дотянуться до них рукой. Нам нравится не зависеть от обстоятельств и ситуации в стране. Нам нравится быть непривлекательными для власти. Ну и так далее. Поэтому прежде, чем бросаться в омут с головой, задай себе вопрос, а где твой масштаб? Куда ты готов идти? Есть ли у тебя энергия, силы, средства? Если есть первое и второе, возможно, средства тебе и удастся привлечь. Но я знаю единиц, у которых это реально получалось. Именно по причине того, что это не было истинной целью человека. Честно здесь, на первом месте. Возвращаясь к теме «Все успеть». Успеть, безусловно, можно, применяя простые и одновременно сложные инструменты. Первое. Фильтр того, что нужно успеть. Еще раз акцентирую на том, что минимум 50% дел из вашего списка абсолютно не нужны. Они делаются ради процесса. Найдите их и удалите. Если в вашей жизни ничего не изменится после выполнения этого действия, убирайте его. Второе. Все, что можно автоматизировать, выносим отдельным пунктом. Уборка дома легко решается с помощью домработницы. Поверьте, это вообще лучшее, что со мной происходило. У меня большая квартира, и одна мысль о том, что все ее нужно убрать, тут же лишает меня энергии. Используйте доставку еды и онлайн-шоппинг, чтобы не тратить на это время. Иметь свой автомобиль гораздо выгоднее, чем вечно пытаться заказать такси. Слушайте в дороге аудиокниги или включайте видео. Откажитесь от любых гаджетов, кроме телефона, и пусть все важное будет там. И не экономьте на облачных сервисах. Химчистка сегодня сама забирает и доставляет вещи. И, кстати, подобный сервис применяют сегодня все приличные компании. Просто используйте это, вместо того, чтобы стирать и гладить самостоятельно или ехать и отвозить вещи. Создавайте шаблоны и скрипты в бизнесе, чтобы по сто раз не обучать сотрудников и не рассказывать одно и то же. Создавайте видеоинструкции. Сделайте это один раз и больше не тратьте на это время. Кстати, для домашнего персонала у меня тоже чек-листы. Удобно. Там все правила и никакого недопонимания. Все предельно, четко и ясно. Третье. Делегируйте. Без этого пункта вообще никуда. Как только появляются дела, которые полностью съедают наше время, а вы, вместо того, чтобы заработать больше или создать что-то, что принесет деньги, полностью зацикливаетесь на этом, срочно нанимайте сотрудника. Это дешевле. Я бы по этому поводу сказала, что нанимать сотрудника вы должны тогда, когда вы понимаете, что уже оплата его работы будет стоить вам незначительных для вас денег. Сегодня такое время, когда очень опасно нанимать сотрудника, если вы пока что зарабатываете ровно столько, сколько ему заплатить или чуточку больше, потому что получается, что вы начинаете работать на своего сотрудника. Вы все время, если ваша проблема зарплаты, вот вы один человек у вас, а у вас все время проблема, как ему заплатить, значит, вам еще рано сотрудник. Многие вот говорят, что нет денег на домработницу, а вы подумайте, как вы можете продать свое время дороже, чем оплата помощницы по дому. Мужчины очень часто не понимают, насколько тяжелый и бесконечный труд эта уборка, поэтому просто сделайте все однажды вместе и вы точно найдете и возможности желания нанять человека, которому нравится убирать и получать при этом деньги. Но это касается не только дома. В бизнесе все аналогично. Не стоит превращаться в компанию, которая все пытается делать сама. Нанимайте тех, кто специализируется на том, что вам нужно и делает это круто. Поверьте, это сэкономит вам не только уйму времени, но и денег. По крайней мере, стремитесь к этому. Первый мой бизнес, свадебное агентство, был вообще идеален в этом вопросе. Ведь главная моя задача была собрать крутую команду и выжать из них результат. Нет, это отнюдь не так просто, как может показаться на первый взгляд. Потому что команда реально должна быть крутой. Важно четко ставить задачи и все держать под контролем. При этом лично отвечая за всю эту толпу людей перед клиентом своими деньгами. Но все же, они все получали деньги за работу, а не за процесс. И не сидели в офисе, и смотрели на меня голодными глазами. Конечно, многие пытаются делать все самостоятельно. Цветы купить, вазы расставлять, звук какой-то свой ставить и так далее. Но только все это в результате может купить только эконом-клиент. А это совсем мизерная прибыль. Поэтому я всегда предпочитала нанимать хорошие команды. Сайты должны делать те, кто классно умеет их делать. Ну, сейчас я, наверное, с этим уже поспорю, потому что сайты сегодня реально быстрее делать на конструкторах. Мы, например, сами делаем сейчас свои сайты на конструкторе. Это очень быстро, это позволяет нам быть мобильными, менять все, добавлять все. То есть, потому что на людей мы очень сильно завязаны. Поэтому вот этот вопрос уже как бы не актуалит. Строить дома должны строители. Это правда, а не любители. И так во всем. Ну вот, сегодня мир автоматизации, и у нас сегодня принцип с Сергеем такой, что везде, где можно заменить людей на, не на роботов, а, скажем так, на чат-боты, скажем так, на автоматизацию процессов. Все, что можно автоматизировать, автоматизирую. У нас сегодня такое правило. Нам дешевле заплатить программисту 100-200 долларов за то, чтобы он сделал нам какую-то опцию, которая бы там самостоятельно позволяла клиенту что-то дальше делать, нежели держать сотрудника, который будет забывать об этом, который будет там плохо это контролировать и так далее. То есть, вот у нас сегодня принцип такой, чем меньше людей, тем лучше. Так, поэтому вместо того, чтобы обучаться вещам, которые никак, обучаться вещам, которые никак меня не зажигают и в будущем вряд ли мне пригодятся, я стремлюсь нанимать тех, кто быстро приведет меня к результату. Хотя я не скрою, очень часто я обжигалась и понимала, что за красивой упаковкой и обещаниями ничего не было. И в таком случае приходилось разбираться самостоятельно, чтобы хотя бы как-то понимать, кто передо мной. Люди, которые разбираются или просто банальные новички, упакованные в красивый фантик. Это, кстати, касается всех моментов, связанных там с СММами, с Инстаграмами. Очень многие люди хотят кого-то нанять, чтобы для них это сделали. И это вроде бы как правильно. Но, как правило, маленькой компании это не оправдано. Потому что, если вы маленькая компания и вы нанимаете кого-то не шибко дорогого, вы все равно отдаете ему прилично денег, но, как правило, не шибко дорогой дает очень, ну, никакой результат. Он непрофессиональный. А чтобы нанять большую компанию, очень часто это для вашего бизнеса просто нецелесообразно. То есть, те гонорары, которые они забирают, эти условия, которые они ставят, вам нецелесообразно в это ввязываться, по деньгам. Поэтому, вот у нас принцип такой, что мы с Сергеем максимально разбираемся вообще во всем, что у нас происходит, во всем. И когда нам чего-то не хватает, мы просто эти навыки приобретаем, обучаемся и затем смотрим. Потому что все равно большинство процессов важно довести до результата. Например, там, если вы делаете какую-то воронку, вам важно довести ее до результата, а потом она уже начинает какое-то время работать. В общем, если вы небольшой, у вас нету больших бюджетов, то вам нужно быть профессионалом во всем самостоятельно. Тогда это будет выгодно как бизнес, и тогда вы быстрее подниметесь. Но вот это вам мой совет. Потому что у нас был затяжной период, когда мы с Сергеем по сути работали только на то, чтобы платить зарплаты команде. Потому что вроде за бесценок никто не работает, всем нужно платить, и в результате ты платишь аренды, ты платишь рекламы, ты платишь сотрудникам, и сам устаешься как бы ни с чем. Ну, вот с такой историей мы сталкивались. Если, не дай бог, у тебя что-то не идет, ты жестко впадаешь в минусы. Вот, мы с этим сталкивались, поэтому вот сейчас у меня взгляд несколько другой на бизнес. Но это уже как бы про бизнес. Итак, регулярно возвращайся в настоящее время и задавай себе следующие вопросы. То, что я делаю, мне нравится, это ведет меня к тем целям, которые у меня есть. Не забывай регулярно перечитывать свои 100-200 целей, которые непременно должны у тебя быть, чтобы сверяться с курса. Это лучшая сверка. Я сейчас тоже с этим не согласна. Со 100-200 целями вот уже не согласна. Я считаю, что должна быть одна главная цель и одно главное понимание в бизнесе, куда вы идете. Какая ваша ключевая задача, что вы хотите сделать. Вот ключевая. Вообще сейчас, наверное, у меня очень много поменялось в мышлении в контексте не только в бизнес, я думаю, а я прежде всего сегодня думаю о своем желании, о том, чего я хочу. и нахрена мне это надо. То есть какую пользу это тащит за собой. Это очень важный фактор, потому что сегодня мыслить категориями я хочу продать 100 платьев очень сложно или я хочу продать 100 мест на тренинг. Очень важно понимать, какую ценность я несу человеку, чтобы... Потому что если этой ценности нету, я не знаю, как сегодня продавать, если честно. Вот я не знаю, как продавать сегодня людям, если у вас нету ценности и веры в то, что вы делаете, веры в ваш продукт безграничный. Потому что история, например, про инфобизнес, который позиционируется как придумай тему, на которой ты будешь зарабатывать, для меня, например, лично мертвая. Я как человек, который очень много работает как бы в инфобизнесе, по сути, потому что я продаю информацию очень много лет на очень много денег я продала. Для меня очень важно нести энергию, а нету энергии, когда ты... у меня был такой опыт, когда ты пакуешь какой-то продукт только для того, чтобы получить деньги. То есть тогда, когда ты начинаешь гореть своим продуктом, жить, практиковать и дарить этот опыт, свои знания, свое обучение, вот когда ты в этом, это вообще несопоставимые вещи. То есть вот у меня, например, сейчас продажи космические стали по сравнению с тем, которые были. Я выросла сейчас в несколько раз, а все потому, что сейчас я делаю то, от чего я безумно возбуждена, чем я живу, чем я практикую, то, во что я верю. И это очень сильно передается людям. Вот я вам точно это могу сказать. И это может играть в долгую и будет играть в долгую до тех пор, пока вы этим живете. Если вы заходите в инфобизнес просто потому, что кто-то вам сказал, что вы сейчас можете продавать тему пижам, там, как продавать пижамы дорого, вы долго на этом не выйдете. Вот точно вам могу сказать. Поэтому очень важно возвращаться к своей идее, почему я это делаю, зачем я это делаю, чего я этим хочу, что я хочу этим сказать. И тогда вы сможете работать долго. Тогда вы сможете этим жить долго. Тогда вы не будете сами опустошаться. И тогда все колебания, которые происходят в мире, их сегодня очень много, они не будут вас совершенно трогать. То есть наоборот, они будут давать вам силы и все время только заставлять вас меняться, быть еще более нужным для людей в данный момент времени, давать людям ценность. Вот это очень, очень, очень важно. Итак, если ты хочешь одно, а делаешь другое, значит, нужно срочно заканчивать. С этим я согласна. Это неверный курс. Все очевидно и не надо себя путать. Жизнь многих людей выглядит как магический круг. Они ходят по нему, ходят и регулярно получают один и тот же результат. Почему? Потому что совершают одни и те же действия. Круг нужно разрывать. Просто начав делать как-то иначе, даже если ты совсем не понимаешь, как это иначе, сделай просто не так, как обычно. Утром проснись не в 9, а в 6. Съешь на завтрак ни бутерброда, а спагетти. Ни в машине поезжай на работу, а сядь на велосипед. Вместе удобных джинс надень неудобные, но крутые брюки. Зайди в офис и вместо угрюмого привет сделай комплимент каждому. Поменяй заставку на компе. Вечером встреться со старым другом. Купи билет в ближайший город и просто отправься на выходные погулять. Каждый свой шаг сделай иначе и ты получишь совсем другой результат. Позже ты поймешь, какие шаги были крутые, а какие не очень, но ты откроешь вереницу изменений. Это то, что произошло сейчас в карантин. То есть, когда наша модель нашей жизни поменялась, изменилась, то есть, ее насильно изменили, мы изменили с вами траекторию, мы стали просыпаться в другое время, мы стали по-другому себя вести, мы стали больше времени проводить в интернете, больше с семьей, у нас поменялись наши паттерны и у нас меняется результат. И в зависимости от того, как вы ведете себя в данный период времени, как вы начинаете менять, так ваша жизнь может круто измениться, понимаете? То есть, я знаю сейчас нескольких людей, у которых жизнь пошла резко вверх, я тоже этот человек, у которого жизнь резко преломилась и пошла в другом направлении. Но это как бы нельзя сказать, что супер резко, я к этому готовилась, я к этому шла, я совершала много действий к этому, но по сути, все, кто получил новый результат, они были к нему готовы. Они были к нему готовы. И поверьте, когда идет перепад в продажах, в бизнесе в вашем, в вашем деле, в прибыли, он происходит очень резко. У меня, как правило, он взлетает в 10 раз, потом в 20 раз, как ракета, идет вверх. То есть подготовиться к этому на каком-то уровне здравом я никогда не могла. Я могла только это в своих мозгах создать, понять, прочувствовать, прокачать и затем получать. У меня всегда, когда начинает расти доход, он растет резко. Он не растет у меня никогда медленно. Он растет в среднем в 10 раз. В 10 раз, в 10 раз, в 10 раз, потом раз, в 2 раза, потому что уже цифры приличные. Но это очень крутая штука. Это момент того, когда вы находитесь на своем месте. И иногда для того, чтобы найти свое место, нужно сделать пару радикальных шагов и вдруг окажется, это знаете, вот вы, например, что-то продаете и у вас очень плохо идут дела. И вы вдруг начинаете продавать что-то другое. И вдруг ваши продажи взлетают. Вы делаете то же самое, вы просто товар поменяли или услугу поменяли, место поменяли, а у вас все взлетело. Вот так происходит. Итак, ну а если в твоей жизни полный бардак и все плохо, то тебе вообще нечего терять. Уходи от партнера, меняй работу, делай что-то. Это будет страшно и неудобно. Тут не то, что зону комфорта покинуть, здесь полный трэш. И может, ты вначале даже пожалеешь, но результат определенно будет крутым. Но хуже ведь некуда, чем сейчас. Чего тебе бояться? Я за эксперименты, за то, чтобы не ждать чудес, отворить их самостоятельно. Мне кажется, что мы можем все, когда полны решимости, не продолжать жить, как раньше. Мои подруги, знающие о моей жизни много, часто говорят мне, что восхищаются, как я прохожу через препятствия, что нет ничего, что могло бы меня сломать. А знаете, я не хочу доводить себя до таких проверок, не хочу просить жизнь давать мне столь серьезные испытания на прочность, поэтому я и не ломаюсь от тех ситуаций и сложностей, которые у меня есть. Сегодня мы с семьей можем легко уехать жить на Бали, снять себе там дом, сдать недвижимость в Киеве и зарабатывать несколько тысяч долларов через интернет. Больше там и не надо. И этот вариант уже есть. То есть я могу это сделать в любой момент времени. Мне ничего для этого и делать не надо. Но хочу ли я жить такой спокойной жизнью? Однозначно нет. Потому что я люблю кураж и драйв. Мне важно развиваться, а развиваться без сопротивления невозможно. И я просто приняла это и гоню свою новую волну. Ищу, гоню, но не жду. И я вам скажу, что я соврала. Потому что развиваться без сопротивления можно. Можно и еще раз можно. И если я буду переиздавать эту книгу, то я перепишу эти слова. Потому что развиваться можно и нужно. И главное сопротивление, которое мы преодолеваем, это не жизнь, это мы. Это наши убеждения, которые в нас закоксовались, которых нам удобно. Потому что нам удобно говорить, что нельзя, что сложно, что карантин. Потому что это классное оправдание того, чтобы не дергаться, того, чтобы ничего не делать, того, чтобы сидеть с животом и с пузом и говорить, а у меня широкая кость, поэтому все. Моя бабушка весила 120 килограмм. Меня растили все время как девочку, в которой в семье все толстые. Мне об этом с детства говорили. У нас все толстые, у нас нету худых, у нас крупная кость, поэтому хоть ебнись головой об стенку, ты будешь толстой. Вы понимаете, как мне рослось? Я была уверена, что я жирная. Жирная я должна быть жирной, это нормально. Когда в 19 лет мне мужчина сказал, Оля, а ты жирная? Мужчина, который был для меня авторитетом, для меня это был такой удар вообще в голову, просто в голову. И я поняла, что я жирная. Я ему говорю, у меня крупная кость. Он мне рассмеялся. Он сказал, дура ты просто, ты просто дура. И это произвело на меня эффект, потому что я ему верила. И я поняла, что, наверное, я просто дура. Наверное, я реально просто дура. И я похудела. И оказалось, у меня нету крупной кости. Представляете? То, что мне всю жизнь вбивали, оказалось, что у меня нету крупной кости. Нет, мне сейчас все говорят, ты такая мелкая, ты маленькая. Вот кто в жизни меня видит, знает, что я маленькая. У меня жопа 86 сантиметров. У меня даже 90 нету. Я маленькая. У меня даже сиськи есть, а объем груди 88. Я маленькая. Понимаете? А мне всегда говорили о том, что я крупная, большая. Все в семье такие. Поэтому я вам могу сказать, что это все убеждения, которые сидят в нашей голове. И то, что у вас сегодня нету денег, не тот партнер, не та квартира, вы считаете, что это не для вас, что вы не сможете никуда полететь, что вы сейчас будете очень долго отходить от кризиса. Это ваше ебаное убеждение. Понимаете? Это то, что вы сейчас себе придумали. То, во что вы поверили. Потому что, значит, вы слушаете гребаные новости. Значит, вы читаете бесконечный фейсбук. Значит, вы живете этой дрянью. Потому что, если бы вы жили чем-то другим, то вы бы за этот кризис уже поднялись. Вы бы уже за этот кризис поняли, что время фантастическое. Вы бы уже стали другим человеком. Вы бы уже изменили паттерн. Вы бы уже что-то сделали. Уже. Прямо сейчас. А вы нет. Вы не делайте. Люди говорят, как же мы сейчас будем выбираться из кризиса. Ох, всех уволили. Ох, перестали покупать. А у меня нет. А я не считаю, что меня должны были перестать. У меня наоборот начали сильно покупать. Много покупать. И чем дальше, тем больше. И у меня огромные планы. И у меня потрясающее настроение. У меня огромное количество сил. Я не хочу спать ночью. Потому что классно. Потому что жизнь кишит, кипит. У меня миллиарды идей. Потрясающая жизнь. Потрясающая возможность. Супер. Все. Классно. Реально. Очень круто. И у меня нет других убеждений. И не было. И не будет никогда. И никогда не будет. И я прекрасно знаю, что я только от меня зависит, какой будет мой завтрашний день. И я его создаю. И я так рада, что я его создаю. Потому что я его создаю охуенным. Потому что мне другой день не нужен. Потому что я не хочу другого. Для меня других программ нету. Вот и все. И когда вы эти убеждения у себя проращиваете корнями, а не страхи, не опасения, не постоянное вот это говнище, у вас все меняется. Вы начинаете притягивать совершенно другие ситуации. Вы начинаете вибрировать на совсем других уровнях. Вы начинаете жить, 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 жить. Понимаете? А не ждать, пока вы сдохнете, пока закончится карантин, а если начнется вторая волна, а если десятая, да о чем вы думаете вообще? Вы завтра можете косточку сожрать и больше не проснуться. И вы хотите так жить? С вот этим ощущением постоянным? Да жизнь же прекрасна. Она же великолепна. У нее же столько всего вообще офигенного. Поэтому за все негативные слова в этой книге я прошу прощения. Ждать могут другие, я нет. Не стремись успеть все. Определи, что для тебя главное в жизни и успей сделать это. Успей почувствовать кайф и насладиться свободой. Успей понять, что значит, когда трудно и тогда ты поймешь, как это офигенно, когда легко. Ну, есть тут что-то. Успей влюбиться и разбить сердце. Успей стать папой или мамой, а лучше не единожды. Успей из обычного недовольного человека со злым языком превратиться в открытого и сильного. Успей стать полезным для кого-то и принести миру пользу. Успей стать не тем, кем ты пришел в этот мир, а хотя бы на пару уровней лучше. Успей это осознать, и тогда твоя жизнь никогда не станет прежней. И я рада, что успела не просто это написать, но и знать, что ты это прочитал. А сейчас прослушал. В разные периоды времени мы одержимы своими идеями, мечтами и планами. Имея источник денег, мы сокрушаемся от того, что нет никого, кто бы ждал нас дома. Напротив, связав себя узами брака, сетуем на то, что все как-то однообразно. И к тому же нет личной реализации. Есть миллион различных модификаций на тему того, что есть и чего не хватает. Но так или иначе мы частенько страдаем именно потому, что не понимаем, что для нас главное и важное. И снова восстановимся перед выбором вопроса. Ведь если есть что-то главное, значит есть и второстепенное. И зачем-то важно расставить приоритеты. Мужчины обычно такое не обсуждают, не по-мужски. Женщины в свою очередь то и дело разрываются между понятиями как быть хорошей мамой, офигенной женой и главное еще и про себя не забывать. Непростая ситуация, учитывая, что в нее мы загоняем себя сами. А что, если я не могу решить, что для меня вкуснее, чай или кофе, арбуз или мороженое? я все люблю и все хочу. И заметьте, если вы сядете есть за стол, поставите все это перед собой с удовольствием и без нервного потрясения, то вы в процессе разберетесь, чего все-таки хотите больше, а чем вам достаточно полакомиться в формате одного укуса. В жизни все проблемы возникают исключительно от стресса, в который мы настолько привыкли себя загонять, что даже как-то неудобно представить, что можно жить без него. Сама мысль о том, что мне нужно определяться с тем, что же или кто же в моей жизни главнее, всегда меня угнетала. Поэтому я приняла ключевое решение, взяв на себя полную ответственность и произнесла громко. Самое главное, что у меня есть, это я сама и мои желания. Да, я очень разная. с абсолютно противоположными желаниями в разный период времени, не всегда удобным для других характеров и очень неожиданными решениями. Но это я, лучшая модель человека в мире из всех, которые я знаю. Но, пожалуй, только рожаю я еще более усовершенствованные, поэтому я и мои желания есть главное. Не стану писать тебе о том, что вечное оглядывание назад и как будто согласовывание с окружающим миром каждой своей мысли, правильности любого поступка напрочь лишает человека осознанности и познаний собственного тела и души. Мы слишком зомбированы, чтобы разбираться в себе, задавать вопросы и находить ответы. Мы только успеваем слушать других, которые то и дело говорят, что делать и как. Большинство людей банальные марионетки, хотя и уверены, что это не так. Но раз ты читаешь эту книгу и до сих пор не бросил, ты понимаешь больше других. Так зачем же искать ответ на этот вопрос? Лучше задать другой. А все ли, что я делаю, мне нужно? Все ли ведет меня к моей цели? Все ли приносит мне удовольствие и радость? Все ли помогает мне менять жизнь к лучшему, или я просто, словно абсолютно неосознанный человек, делаю то, что велят другие, то, чему учили и говорили другие. Начиная со школы нас учат хорошо учиться по всем предметам и обязательно подтягивать те, что нам вообще неинтересно. Нас учат терпеть, врать и тратить свое время в никуда, потому что так нужно, так принято. Принято кем? Такими же скучными и никчемными людьми, которыми их собираются сделать из нас? Ну нет, я против. подчиняться правилам, которым не находишь объяснений и которые никого еще не сделали счастливыми, это абсурд. Проснись же наконец. Самое важное это осознанность и понимание, что никто не проживет эту жизнь за тебя, что в жизни можно изменить все и выбирать нужно самому, что следовать за мечтой не всегда просто, но зато увлекательно, что жизнь это миллион загадок, разгадывания которых ты становишься круче, ярче и сильнее. И это самое важное, ни один экзамен еще ничего не решил в жизни. Перед тем, как сильно переживать над каким-то супер важным действием в своей жизни, спроси себя, а так ли важно это? Тебя очень быстро попустит, и ты сможешь осознанно ответить на этот вопрос. Я могла бы описать миллион историей о важности, но только в каждой из них есть главный герой. Это я. Мои мысли и обстоятельства в каждый период времени, от которых и зависело то, что именно я выбирала. Выбор это не глобальный момент в нашей жизни, в большинстве своем он ситуативный. Прямо сейчас уехать с работы и пойти гулять с детьми или остаться работать, потому что сейчас это интереснее, а детей есть чем занять. Улететь на отдых или купить новую машину, закрыть бизнес или принять решение продолжить идти вперед. В каждый момент это могут быть абсолютно разные вопросы и разные ответы. И каждый из них будет верным, потому что он твой. Именно поэтому так важно, чтобы он был именно твоим и осознанным. Я страшно хочу пить. Если вдруг меня кто-то слышит и может поделиться, дайте воды. Так, вам там интересно? Вы не ушли? Еще. Нормально? О, сердечки вижу. Чатик просто подвистает. Так, едем дальше. Чуть-чуть осталось, я надеюсь, мы успеем. Есть только один вариант. Побеждать. Столь мудрую фразу сказала мне моя дочь в пять лет, после того, как заняла второе место на соревнованиях по художественной гимнастике. Когда я спросила ее, что нужно делать, чтобы я не наблюдала, как после награждения она еще сутки захлебывается в слезах. Сказала она это спокойно, немного подумав, но при этом осознанно и уверенно. Ок, ответила я ей, а что нужно для этого, ты знаешь? В этот раз она взглянула на меня так, словно ребенком была я, и забросив ногу на дверь, при этом утирая слезы, серьезно сказала, тренироваться много и долго, и даже если я еще сто раз собью себе колени и разобью нос, я все равно научусь делать этот элемент идеально. Я не знаю откуда в детях, по крайней мере в моих, столько мудрости, силы и упорства, но с тех пор я внимательно слушаю все, что говорит мне моя спортсменка, уже две, потому что не могу не уважать ее за сумасшедшую самоотверженность, целеустремленность и результативность. Каждый раз, когда мы едем на соревнования, она настроена только на победу, никаких других мест она даже не допускает. И безусловно, я понимаю, что это тоже не очень хорошо, но готовить своего ребенка перед выходом к тому, что он проиграет, тоже как-то не по-ермиловски. Поэтому я всегда обнимаю ее и говорю, выходи и отдавайся полностью. Я с тобой. Все мои силы и энергия оберегают тебя от неудач. Мы верим в победу, готовимся к ней каждый день, а значит, готовы победить. И даже если это не произойдет в этот раз, мы воспримем это еще как одну ступеньку к тому, чтобы подобраться к победе ближе. У спортсменов есть шикарное правило, о котором знает каждый. Выходя на старт, забудь о том, какие результаты у тебя были вчера. Есть только здесь и сейчас. И твое умение собраться и показать, на что ты способен, вот что определяет победителя вновь и вновь. В бизнесе дела обстоят так же. Задумывая чем-то заняться, не может быть мыслей не стать первым, не победить. Конечно, есть миллионы конкурентов, страхов, сомнений, но если в тебе есть одна главная вера и желание победить во что бы то ни стало, все получится. Не оставляй себе других вариантов и мир тебе подчинится. Заходя на свадебный рынок, я видела множество его участников, которые буквально расстроились для меня, когда я, которые буквально что-то сделали? Да, что-то, видимо, опечаточка. Которые буквально расстроились для меня, когда я принялась действовать и делать то, что мне казалось интересным и нужным. И это сработало. Несколько месяцев назад, когда я писала эту книгу, я пришла на YouTube. Миллионы блогеров разных каналов, казалось, что все уже есть и мы так похожи друг на друга, но ведь это не означает, что я не смогу победить и найти свое место. Конечно, не факт, что это произойдет быстро, но ведь произойдет, не может не произойти, если я буду день ото дня идти к своей цели, искать, тренироваться и не париться разбитыми коленками. Важность внутренней уверенности и готовности идти до конца в таких случаях необычайно важна. Я бы даже сказала, это не уверенность, это такая внутренняя установка, это уже убеждение, внутреннее коренное убеждение, что ты не можешь не победить. Это то, где не возникает вопросов, а можешь или нет, только можешь. Вопросов уже нету, это убеждение, это такое уже убеждение, как наши бабушки уверены в том, что много денег не заработать честным путем. Вот у них это не избить. То же самое. Так. Важность внутренней уверенности и готовности идти до конца в таких случаях необычайно важна. Я знаю, что ты хочешь спросить, а как быть уверенным в том, что это то, что тебе нужно? Внутренне, мой друг. Прислушивайся к интуиции, следуй за сердцем. Пока ты не научишься этого делать, ты будешь несчастлив. Побеждать не значит никогда не проигрывать и не терпеть неудач. Напротив, неудачи важная часть пути к успеху. Неудачи показывают, что ты делаешь не так, указывают на то, что убрать, что добавить, а что просто доработать. Я бы даже неудачами это не называла. Просто мы привыкли все делить на два лагеря, хорошо или плохо. Но можем ли мы сказать, что когда мы учим иностранный язык и не можем на нем говорить, что это неудача? Нет, конечно. Мы говорим это учеба. Я просто недавно только начал или уделяю этому недостаточно времени. А почему же тогда, когда мы начинаем что-то новое и у нас это не получается, мы называем это неудачей? Это учеба. Видишь, как просто, когда ты учишься раскладывать все на простые составляющие. Когда задаешь себе вопросы и даешь ответы. Ведь все получается так логично. Так в чем же проблема? Почему ты так редко делаешь это сам? Я люблю задавать себе вопросы. Ведь правильно заданный вопрос вытаскивает простой и идеальный ответ. Как говорится, все гениальное просто. Иди вперед. Не оставляй себе права на неудачу. Не стели заранее коврик и не готовься к падению. Будь уверен в своей победе. Будь готов объявить миру войну. Ну, не в буквальном смысле. Удача она женского рода, а следовательно, женщина. А женщина любит, когда мужчина уверенно покоряет ее и завоевывает. Она, конечно, посопротивляется для вида, но потом непременно захочет отдаться в твои сильные руки. Иногда, особенно в непростые жизненные моменты, сложно поверить, что удача на твоей стороне и победить, возможно, даже теперь. Но ты приучи себя не сомневаться. Просто знай, что так будет и иди до конца, регулярно оттачивая свое мастерство и перестань, наконец, смотреть на реакцию других. Стань победителем и тогда ни у кого не будет повода бросить в тебя камень. Победителей не судят. Просто поверь. И да, я тоже обязательно еще не раз достигну своего триумфа и буду наслаждаться каждым моментом своего непростого, но такого классного пути. и это я тоже перепишу. Простого, классного, офигенного пути. Мы не успеем дочитать до конца сегодня, поэтому я предлагаю оставить напоследок еще одну часть. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я могу на них ответить сейчас. Так, спасибо вам, я меняюсь вместе с вами. Друзья, это круто. Я этому очень рада. Я сейчас неимоверно рада, что у меня есть программа, которая помогает людям меняться. Я сейчас читаю эту книжку и такое ощущение, что я ее сейчас читаю для себя. У меня сейчас очень многие вещи в жизни повторяются. И в моем состоянии, и вообще в моем пути классные повторяются, крутые повторяются, те, которые я бы хотела, чтобы повторились. И я понимаю, что именно наш настрой, именно наши убеждения, именно наши мысли формируют то, где мы есть. Я твердо знала, что найду, выплыву и пойму, что мне делать дальше, кем я хочу быть, куда я хочу идти. как шарик металась, каталась по, знаете, этому бильярдному полю, столу и пыталась найти свою лунку. Я сейчас в своем месте, как никогда. И я точно знаю, что наши мысли, они приводят нас туда, куда нужно. Очень важно верить. Верить в себя. Очень важно правильно себя накачивать. Ни в коем случае не опускать руки, ни в коем случае не настраиваться на волну негатива. Притягиваем всегда то, что мы излучаем. Значит, мы должны настроить свой мозг и вставить в свой мозг те мысли победителя, которые нам нужны. Я победитель априори, я всегда побеждаю. И бывают моменты усталости, но я пообещала, что больше их в моей жизни никогда не будет, что я больше не позволю себе потеряться. Это очень, очень, очень важно. Так, я чувствую, что не зря именно сейчас первый раз включила эфир. Спасибо большое. Вы можете послушать книгу, вся книга есть на Ютюбе, уже лежат все главы, и часть есть на IGTV, я выкладываю с первых глав, поэтому можете послушать. Спасибо за книгу, нашли свое время для всех нас. Спасибо большое. Я думаю, что следующая моя книга будет называться «Рерайтер жизни». Она будет уже об этом периоде времени, и я думаю, что она будет уже основана и на моих кейсах, и на кейсах тех людей, которые сейчас идут со мной в рерайтере, и которые, я уверена, покажут фантастические изменения, перемены. Я очень хочу создать большое, огромное течение людей, которые меняют свою жизнь. Сейчас читаю «Просто делай, делай просто», чем-то похоже на ваше. Вопрос, знаете, в чем? Вопрос всегда не в том, мотивация – это очень хорошо. Нужны прикладные действия, которые помогут вам изменить свою жизнь, потому что сама по себе мотивация, если вы не понимаете, что вам делать со своими установками в голове, она вас наполняет как быстрый углевод. Вы наполняетесь, но вы не знаете, что делать, поэтому приходите ко мне на рерайтер, приходите обязательно. Я очень много уделяю этому внимания, и дальше у нас идет, сейчас запускается клуб рерайтовцы, где мы начинаем внедрять ментальные практики. Я беру практики мировые, я беру практики Джона Кеха, я беру практики Хосе Сильва, я беру практики Тони Роббинс, я беру много практик, но самое ключевое я заставляю, объясняю, как их делать. Мы делаем вместе, мы держимся вместе. Самое ключевое это дисциплина. Поверьте мне, такая простая история, как ежедневные тренировки ментальные в течение 30-40 минут, это не так просто, как кажется. У вас появляются все дела мира, и вы не можете этим заняться. Мы сейчас на рерайтере жизни сталкиваемся с тем, что люди, мозг начинает во все стороны уводить, уводить постоянно, не разрешать этим заниматься, говорить, ты занимаешься бредом, это все не работает. Это сложно, сложно перестроиться. Когда вы это делаете, вы начинаете получать такие фантастические результаты, что у вас мотивация льется рекой, но нужно время на перестройку, нужна компания для перестройки. Если бы все могли двигаться в одиночку, было бы круто, но не можем. Поэтому я вас приглашаю на рерайтер, 1 июня у нас будет новый поток. У нас сейчас стартовали продажи по самой-самой низкой цене. У меня есть в шапке профиля, во всех сторис я выкладываю. Заходите, смотрите. Это реально очень крутая история. Сегодня мы не дочитаем, у меня просто время эфира закончится сейчас. Так, есть вопрос, боясь публичности, выхода в эфир, в сторис, сообщений, презентаций, как побороть, как пробить этот потолок. Все, что мы можем побороть, это через действия. Для того, чтобы побороть любой страх, нужно действия. Соответственно, нужно неудачные выступления, нужно неудачные эфиры, нужно делать это. Поучитесь, походите на какие-то курсы, пообщайтесь по этому поводу. Но через действия все приходит. Первый блин комом, это не зря придумано. Нужно сделать несколько раз не очень удачно, побороть, и затем к вам будет приходить мастерство. Мастерство приходит вместе с действием, во всем абсолютно. Пока вы не будете действовать, вы не можете научиться танцевать, не танцуя. Знаете, я плохо танцую, я стесняюсь танцевать, как мне научиться. Ну как? Ну вот так, вот так, друзья. По-другому не бывает. По-другому не бывает. Папа считает, что честный человек много денег иметь не может. Это папина установка. Самое главное, чтобы вы эту установку не взяли себе. У нас, буду давать тоже техники, и на рерайтере сейчас начинаю давать, начну точнее. И в клубе техники, которые помогают нам убирать убеждения. Вы должны понимать, я сделаю еще один эфир, что убеждения, кстати, завтра на ютубе выйдет видео на эту тему, что убеждения, это то, что настолько глубоко в нас прорастает, как бы, знаете, если сравнить это с огородом, то это бурьян вот такой вот, только он такой с колючками. И мы не можем высадить туда никакие другие убеждения, мы не можем себе сказать, что я привлекаю деньги, я создан для богатства, я привлекаю все самое лучшее. Не можем, нам надо сначала вырвать вот эти старые сорняки, потому что они не дают ничего с этим поделать. С убеждениями нужно бороться, потому что убеждения, то, что не даст вам денег. Если у вас есть убеждения в деньгах, негативные, в личных отношениях, вы в этом не наладите ничего, к сожалению. Но с этим можно работать, поэтому приходите на рерайтер, будем с этим работать, или ищите самостоятельно, с этим можно и нужно работать. За месяц это можно очень существенно облегчить, очень существенно. За три месяца можно избавиться полностью и вообще перевернуть свою жизнь. Это я вам говорю из собственного опыта. Друзья, это правда очень круто работает. Вот и все. Так, с папой спорить бесполезно, вы отдаете энергию. Когда вы другому человеку, который не верит, доказываете что-то, вы отдаете в этот момент свою энергию, берегите свою энергию, она вам нужна. Человек начинает, когда он готов изменить убеждение, он начинает притягивать в свою жизнь, вот типа таких людей, как я, которых вдруг слушает, и начинает дальше копать тему. До тех пор, пока человеку это не нужно, вы как близкий пытаетесь ему помочь, но вы ему только отдаете энергию, и тем самым он укореняется в своем убеждении, что это правда. Мы всегда находим подтверждение своим убеждением. Любое убеждение, которое у вас есть, вот вам, например, кажется, что я дура конченная, вы сейчас прослушали этот эфир, и вы думаете, ну точно, дура конченная, точно, вот 100%, уже это понял. А кто-то смотрит, и вам кажется, что я очень классная, и вы прослушали этот эфир, и вы говорите, блин, очень классная. И поверьте, эти два мнения здесь есть в этом эфире, и это есть нормальное. Вы подбираете себе убеждения, которые вам удобны, задайте себе вопрос, мне с теми убеждениями, которыми я живу, как вообще живется, мне нравится моя жизнь, можно ее назвать классной, офигенной, которая мне нравится. Если она вам нравится, значит да, значит у вас крутые убеждения, с которыми вам комфортно. Если вам не нравится, вы убеждены, что денег много не заработаешь, что сейчас кризис, что сейчас все будут умирать и так далее, и при этом вы недовольны своей жизнью, значит ваше лекарство изменить убеждение. Вот и все, вот и все. Все не суперсложно, но вам необходима осознанность. А осознанность это понимание того, где вы находитесь и куда вы хотите попасть. Вот что такое осознанность. Когда вы понимаете, что-то сейчас у меня жопа, а я хочу по-другому. Это называется осознанность. Ну, пусть не жопа, или у меня сейчас так, я хочу по-другому. Вот и все. Все, друзья, я буду заканчивать. Я, честно скажу, страшно хочу пить, я не взяла с собой воды, и я уже умираю. Значит, я дочитаю еще последнюю часть, у нас останется. Все части, которые были, смотрите на IGTV. И смотрите на YouTube. Вот это была восьмая, у нас еще будет девятая. Все, люблю, целую вас, жду вас на рерайтере жизни. У нас еще стартовала самая низкая цена. А потом не говорите, что я не сказала. Всем пока.